Медиа-доктор В последнее время существует в целом такой тренд, который зависит от информационных технологий, здравоохранения, от организационных моментов, от моментов высоких технологий в виде техники, которые в большом количестве завозятся в Россию. Наблюдаете ли вы некий тренд в работе ваших клиник? Чтите его как-то? Стараетесь ли развивать? Ну, мы видим ряд трендов, и мы постоянно стараемся углублять свою аналитику, чтобы никакой тренд мимо нас не прошел. Корректируем стратегию развития, исходя из того, что видим. И если конкретно говорить о каких-то трендах, то сейчас это в первую очередь уход клиентов в мобайл. То есть все сайты нужно делать мобильные, причем это не должна быть адаптивная верстка, это должно быть полноценное отдельное нечто, которое абсолютно живет своей жизнью. Там должна быть обязательно своя аналитика. Это растущий запрос клиентов на персонификацию подхода к ним. Это касается и сервиса, это касается и того, как врач ведет прием и дальнейшую разрабатывает стратегию лечения. Ну, также, наверное, стоит отметить, что рынок насыщается, и все больше игроков приходит на него своими инвестициями. Поэтому обладание тем или иным оборудованием или качественным ремонтом, оно все меньше становится конкурентным преимуществом. И все больше на первый план выходят некие технологии как сервиса, так и менеджмента. Скажите, а что касается непосредственно представления в ваших клиниках, чем отличается на рынке, есть ли какое-то существенное отличие, по которому мы можем сказать, что вот это делается великолепно в открытых клиниках? Да, мы, в принципе, ядро наших услуг – это услуги по реабилитации, по спортивной медицине. И мы в этом направлении очень глубоко и тщательно прорабатываем все варианты лечения в зависимости от различных диагнозов, различных кодов МКБ. У нас есть целый медицинский совет, который курирует научную работу в этом направлении. Мы постоянно внедряем новые технологии. И вот даже сейчас в мае будем открывать клинику в Куркино совместно с компанией Бека, которая является одним из крупнейших поставщиков реабилитационного оборудования. То есть, там будет стоять самое современное, что там есть сейчас в Германии, в Америке. И, ну, там начинают локоматов, заканчивая тренажеров с биообратной связью. То есть, вот именно реабилитацию мы углубили достаточно сильно, и там у нас серьёзный подход к делу. Ну, это, по сути, аналоги клиники Дикуля. Мы знаем о том, что в клиниках Дикуля впервые были разработаны тренажёры, они были сопоставимы с спортивной медициной, была близка к клинической, так скажем, да. И врач совместно с тренером спортивного зала выводил пациента, становил его на ноги. Это что-то в этом роде, как я понимаю, да? Ну, если уж так говорить об истории, то мы начинали работать именно под брендом Дикуля. И у нас две клиники работали под этим брендом. Но я был не готов не владеть торговый знак, не был не готов рекламировать чужую интеллектуальную собственность. Поэтому в 2014 году мы запустили бренд «Открытая клиника» и полностью переделывали всё, начиная от бизнес-процессов, заканчивая тем, как позиционируется сеть и все её внутренние особенности. — Петя Иванович, такой вопрос. Вот почему медицина? Почему медицинский бизнес? Вы всё-таки не врач, вы развивались больше в экономической среде, как я понимаю, да? Почему вас привлекает медицина? — Это вопрос, опять же, исторический. Так распорядилась судьба. Когда я учился на первом курсе мэкстратуры, мне было 20 лет, я познакомился с чудесной девушкой. Через год мы поженились, и оказалось, что у её отца есть клиника, в которой как раз одна из клиник, которая под брендом Дикуля работала. Была она на партизанской, на метро «Молодёжная». Вот, и мне моя жена сказала, давай откроем МРТ. МРТ хорошо идёт, вот, я знаю, как его рекламировать, вот, как бы непрогорим. Вот, взяли в долг денег, открыли это МРТ, мне было 27 год, да? Вот, причём денег взяли только на МРТ, а на ремонт денег не было. — Как часто бывает? — И я продал машину, у меня машина была, мне родители подарили, вот, я её продал, и эти деньги потратил на ремонт. То есть у меня был долг, 36 миллионов рублей, и где-то порядка 800 тысяч у меня оставалось от машины, и я потратил на ремонт. Вот, ну, что можно сказать там. Рискнул не зря, и через полтора года мы это всё хозяйство окупили, все долги ей отдали, и дальше стали развиваться. И вот открыли на Пресне там революционный центр, вот, на полторы тысячи метров. Была первая клиника полноценная, фактически, которую я открыл. Открыл её 50 на 50, вот, с отцом моей жены. И потом это всё эволюционировало уже в сеть клиник, и вот сейчас так. — А есть ли специфика медицинского бизнеса? Какой бы вы её отметили? — Специфика именно медицинского бизнеса? — Да, но многие говорят о том, что врачи всё-таки это отдельная каста, с ними сложно договариваться, взаимодействие более эффективно, если управленец, он из медицинской сферы как таковой. Как вам удаётся это? Насколько вы чётко понимаете специфику, что в этом плане покоряете вершину успеха всё время? — Ну, не знаю, насколько вершина успеха, вот, но… — Но всё-таки пять клиник, шесть тысяч квадратов, триста сотрудников. — Да, но это как бы не только мои заслуги, это заслуги ещё и моих партнёров, это заслуги ещё и команды, которая трудится под моим управлением. Но я могу сказать следующее, что вот первая часть вашей фразы насчёт того, что с врачами трудно договариваться, и это особая каста, это, наверное, самая большая специфика медицинского бизнеса. Тут мне врачи очень напоминают программистов. Они что-то такое вроде знают, что-то такое делают, но как это оценить, очень непонятно и сложно. И мне кажется, секрет успеха медицинского менеджмента – это в этом разобраться и понять, как выводить хотя бы приблизительно понятные метрики их эффективности, чтобы можно было понять, этот врач тебе вообще нужен или он бесполезен. Потому что основа медицинской клиники – это правильно подобрать туда врачей. А чтобы их правильно подобрать, нужно вовремя сбрасывать балласт. Всё-таки сбрасывать балласт и набирать новых, как я понимаю. Ну, конечно. В принципе, это отдельная стезя подбора персонала. Ну, конечно. Окей. Вы говорили о команде, которая с вами работает, и часть благодарности, безусловно, нужно адресовать команде. Расскажите о команде, насколько команда вообще важна в достижении результата именно в плане такой узкоспециализированной темы, как медицина и, в частности, ту, которую вы берёте, как я понимаю, это в большей степени спортивная медицина, реабилитация, нейрохирургия, да? Да, есть у нас нейрохирургия. Всё-таки в чём важна, в чём цимус команды и какая команда должна быть идеальной? Ну, идеальной команды, наверное, не бывает. Это идеальная команда, это, наверное, вон там где-нибудь в Фейсбуке, где там, вон там половину ещё за всех делает, ну, не знаю. У меня вот в команде были люди, которые уходили, были люди, которые приходили. Сейчас основа – это, наверное, четыре человека, ну, такая самая сильная основа – это финансовый директор, это директор по маркетингу, это директор по медицине и директор по персоналу. И, как бы, вот эти люди, они по своим направлениям выстраивают работу, и я могу быть спокоен. То есть, я не думаю о том, чтобы там заниматься каким-то микроменеджментом, проверять, как они думают, да, я спокоен. Я поставил задачу, задал им вектор. Очень часто бывает так, что этот вектор, они сами потом приходят, начинают корректировать, говорить, там, вот это надо так, это сяк. И я к ним прислушиваюсь. То есть, их мнение, оно для меня очень высоко оценивается. Здорово. А если рассматривать медицинский бизнес как точку роста на будущее, то есть, если говорить о том, насколько мы увидим эффективность этого роста в течение пяти-трёх лет, можно ли стратегически говорить о том, что медицина будет развиваться и расти, именно частная медицина как таковая? Ну, смотря где провести границы этого рынка. Вот вы где проводите? Вы знаете, я говорю о Москве и Московской области. Не, я имею в виду не физические границы, а границы, как, например, лабораторная диагностика, это часть медицинского бизнеса? Обязательно. Хорошо. Мы же не можем поставить диагноз без лаборатории. А digital health, это медицинский рынок? Отчасти. Потому что сейчас он не понят до конца. Мы не можем его сейчас разложить так, как он в плане стратегического развития. Мы не можем его разложить. А каких перспективах мы говорим? Пятидесяти лет? Я думаю, пять. Пять? Ну, я не думаю, что что-то кардинально изменится за эти пять лет, и будем с чуть понижающимся каждый год темпом расти на 5-6%. Окей. И это мнение было Филиппа Александровича. Запомним его, дорогие друзья. Помимо этого, хотел бы задать вам вопрос касательно вашей социальной активности. Насколько вы социально активны в плане взаимодействия с обществом? Есть ли у вас какие-то уникальные программы для пенсионеров, инвалидов или формат педиатрии как таковой? А вы берёте или, может быть, вы участвуете в каких-то мероприятиях полуспортивного-спортивного характера? Да, у нас HR-директор, она как раз очень в этом отношении активничать любит. Я не очень люблю отношения активничать, честно скажу. Я достаточно такая личность интроверт. То есть, я не очень люблю большие сборища народа. У меня дом, работа, дом, маршрут. А у неё, наоборот, такая большая активность. И она организовала там даже футбольную команду нашу. Они выступали на кубке по футболу. Потом какой-то медзабег они бегали. Потом даже у них какой-то был благотворительный бал. В общем, какая-то там целая у неё история. Потом они какой-то флаг теперь по очереди возят по разным странам. Ну, что-то придумывает постоянно. А если брать экономическую стезю в плане взаимодействия с пациентопотоком касательно, ну, части маркетинговой, части вообще выдачи неких благ. Дни здоровья, например, некоторые клиники проводят. Бесплатный день, когда приёмы. Есть ли у вас такие? Да, у нас была акция такая по педиатрии. Мы запустили педиатрию в октябре. И провели выходные бесплатных приёмов для детей. Экономический результат никакой. То есть, все эти люди, они пришли и ушли. Потому что люди, для которых важно сэкономить на приёме полторы тысячи рублей, от них ждать какого-то долгоиграющего выхлопа, мне кажется, не стоит. И в целом, на ваш взгляд, медицинский бизнес, он должен быть социально ориентирован? Он должен быть социально ориентирован в части ответственности за то, что вы делаете. Но не в части ценообразования. Потому что ценообразование – это скорее некий бенчмаркинг, как вы сами оцениваете, насколько вы эту работу качественно проводите. Что касается вопросов системы частного государственного партнёрства. Работаете ли вы в этом направлении? Считаете ли вы, что в этом есть какая-то доля истины в развитии медицинского бизнеса? Насколько это актуально в медицине? Например, есть программа «Доктор рядом», когда государство предоставляет помещение за 1 рубль стоимости квадратный метр в год. Есть программы по социальному найму нежилых помещений. Ну, мы понимаем, что не всегда нежилые помещения выдаются в хорошем, так скажем, виде. Они требуют капитального ремонта иной раз. Но вообще, в целом, занимаетесь ли этим направлением? Нет, не занимаемся. И вот вообще помещение медицинское, мы вот если ищем для клиники, то оно должно чаще всего быть убитое, потому что всё-всё ломать надо. То есть, чтобы сделать клинику там не 500 метров, не 200, а там полторы тысячи, это надо всё сломать, всё заново сделать, иначе это будет кривая клиника. Что касается помещения «Доктор рядом», я что-то не слышал пока, чтобы кто-то там мог похвастаться какими-то фантастическими экономическими результатами. Поэтому отношусь к этому скептически. Что касается взаимодействия в целом в направлении амбулаторной помощи и операционного лечения, в каком процентном соотношении она у вас делится, и какому направлению вы уделяете больше внимания? Ну, у нас операционная деятельность занимает где-то, наверное, 10% оборота. И нельзя сказать, что это одно из самых приоритетных направлений. То есть, реабилитация, например, занимает 35% оборота. Ещё где-то 30% приходится на диагностику различного рода, инструментальную, лабораторную и так далее. Ну, собственно, и всё. А владеете ли вы информацией касательно субсидий на те или иные виды медицинской помощи? У нас не прорабатываются вопросы какого-либо субсидирования от государства. Я однажды только получил субсидию как малый бизнес на лизинг МРТ. Это был второй или третий проект. А в Московской области вы не развиваетесь? Нет. Ну, Куркин – это не все Московская область. Куркин – это Москва. Да, это Москва. Ну, вот это, наверное, самая удалённая центра клиника, и она откроется только в мае. Ну, я вам скажу, поделюсь вам по секрету и поделюсь секретом этим с нашими зрителями и радиослушателями о том, что, например, в Московской области 50% стоимости оборудования, которое не старше 5 лет, возмещают бизнесу. Мало того, что ещё возмещают 50% стоимости арендной ставки. То есть, в целом, к примеру, программы по Московской области, они работают. Можно говорить о том, что и в Москве есть рабочие программы, но мы не всегда их знаем, не всегда видим. Как вы правильно сказали, о том, что они не лежат в плоскости экономического развития. То есть, не всегда люди, работающие в медицинском бизнесе, их видят. И в целом, не могу дать какую-то конкретную оценку, но как-то так происходит в нашей стране. Даже когда государство хочет помочь, не всегда, собственно, мы можем реализовать эту помощь. Если говорить непосредственно о формате реформы здравоохранения, как вы на неё смотрите? Есть ли у вас собственная оценка действий Минздрава, к примеру? И, может быть, тогда в помощь к ответу на этот вопрос, чувствуете ли вы увеличение спроса на медицинские услуги, исходя из запросов потребителей? Ну вот, реформа, которая сейчас происходит, она, мне кажется, стратегически правильная. То есть, всё это надо, конечно, оцифровывать, всё, что там происходит, половину надо разгонять. Это как бы абсолютно понятно. То, как там относятся к пациенту, это всё надо перестраивать, причём с железными рукавицами, это как бы всё понятно. Есть некоторые вопросы, наверное, к тому, что есть отдельные элементы в этом процессе, которые преследуют какие-то свои интересы, и, наверное, это не очень правильно, что они есть, и что сначала эти элементы оттуда не вычистили из аппарата, который эту реформу проводит. То есть, стратегия верна, реализация местами может быть лучше. Наверное, вот такое отношение. По поводу увеличения спроса, то есть, надо понимать, что мы ещё не видим полностью эффекта от этой реформы с точки зрения роста с некого спроса, потому что люди, я не знаю, что... Мне кажется, что очереди, наоборот, сократились. То есть, оптимизация, она есть. Открытость записи к врачу появилась, это плюс большой. Замена на ресепшенах людей на автоматизированное самообслуживание, это тоже эффективно, я считаю, что это правильно. Но приток людей, мне кажется, такого какого-то нету масштабного. То есть, как было раньше, так сейчас и есть. Мне даже кажется, немножко темпы роста замедлились, потому что теперь реальный располагаемый доход населения второй год подряд падает. И падает причём так, что если это всё аккумулирует, то это уже существенные деньги. И я думаю, что все, абсолютно все это прочувствовали. Я на себе прочувствовал, например, падение своих располагаемых доходов, даже если учитывать то, что они в рублях выросли. И мне кажется, что это главный фактор сейчас, сдерживающий рост медицинского рынка. И вообще, в принципе, розница услуг и товаров любых, это именно то, что благосостояние населения деградирует. Если бы оно росло, мы бы видели сейчас темпы роста медицинского рынка, я думаю, 15-20%, как было в 7-8 году. Ну, в 8-ом уже там кризис был, но в 6-7 год, потом в 10-ом, 11-ом то, что было, мы бы сейчас это, наверное, снова наблюдали. Но, увы, население, оно деньги теряет свои. И пока оно не начнёт их снова тратить, пока оно не начнёт свои сбережения уже переставать накапливать, а их пускать в экономику, мы никакого естественного роста там не увидим. Даже если у нас просто сейчас и больницы, и государства начнут резко закрываться. Интересный взгляд. Скажите, а если говорить о том, что, как вы считаете, какую сумму в целом, например, житель Москвы, может тратить в год на своё здоровье? В год? В год. Может или должен? Или должен, да. Вопрос какой? Вопрос заключается в том, что всё-таки может. Потому что в плане необходимости, я думаю, что у нас будет часть людей, которые будут делать себе сумасшедшие пластические операции, нам не нужны. Я имею в виду в рамках нормальной диагностической помощи, которая позволит ему получить понятный для него диагноз, получить рекомендации лечения для дальнейшей деятельности. Может, это значит, может себе позволить? Может позволить. Может позволить. Москвы именно. Москвы. Ну, Куркина можно тоже отнести к Москве. Я понял, да. Ну, например, в год 40-45 тысяч рублей, я думаю, это то, сколько житель Москвы может себе позволить потратить. А сейчас сколько он тратит? Сейчас тратит по РБК. Ну, там зависит от категории вообще граждан. То есть, в разном возрасте они разное тратят. И в зависимости от располагаемого дохода тоже разные у них траты. Но в среднем это где-то от 16 до 24 тысяч. То есть, в целом, практически рост нужен в два раза. Да. Для того, чтобы мы увидели на рынке какой-нибудь видимый, понятный, почувствовали эквивалент в плане экономической прибыли и развития частного сектора здравоохранения. Ну, конечно. Скажите, а в плане вашего роста планируете ли вы развитие сети клиник в масштабировании? Ну, мы в основном масштабирование рассматриваем с точки зрения франшизы. И как раз вот в Куркино клинике чисто по франшизе открывается. Сейчас еще на Соколе мы вот практически уже начали там ремонт делать. Потому что мне кажется, что будущее, оно все-таки за масштабированной технологической моделью, когда ты как некий провайдер сервисов и технологий выступаешь и аккумулируешь свои компетенции и деньги именно на этом. А те люди, у которых есть свободный капитал, которые хотят там вложить там под понятный и стабильный доход, да, они просто это делают и выступают донорами фактически этих денег и там помещений или действующих клиник и так далее. Потому что все равно наш рынок ждет консолидации. Рынок с вот такой фрагментацией, как у нас, он имеет максимум еще, мне кажется, запас жизни где-то может быть 10-15 лет. Потому что их сожгут после технологии, потому что мелкие игроки, они не могут позволить себе потратить столько денег на развитие компетенций, они не могут позволить себе потратить столько денег на эффективный маркетинг, они даже спозиционировать себя часто не могут. Они не могут нанять нормальных врачей, они не могут создать себе прозрачный экономический аппарат, да, и выступать для государства понятными контрагентами. И поэтому их дни, они по сути идут все туда, в сторону небытия. И, конечно, это все нужно будет как-то потом консолидировать. И вот моя стратегия в том, чтобы тех игроков, которые дойдут своим мозгом, что они уже не могут сами вести нормально этот бизнес, что там рентабельность в 3-4% это ненормально, и что это путь в нихуда, и что улучшения у них самостоятельно не будет, мы их будем поглощать и полностью переделывать. Интересный путь развития. Ну, в принципе, 10-15 лет как минимум сейчас есть. Если говорить о тех игроках, которых вы в том числе перечислили, и те люди, которых консолидация не коснется в плане поглощения, кого вы могли бы привести в пример на рынке частной медицины, какой клиникой можно гордиться на международной арене? Из московских? Из российских. Из российских? Гордиться на международной арене? Гордиться в России, хорошо. Прости вопрос. Нет, я все-таки отвечу про международную арену. Все-таки мне кажется, что, например, там, семейный доктор, который, где баринг, а не который, там, зеленый, и, в принципе, К-31, в принципе, клиники, где грамотно выставлен менеджмент, и там люди понимают, что они делают, и куда они движутся. Вот. ГМС клиника, где интересная тоже работа. Господин Краснолуцкий? Да. Есть такое дело. А сейчас, дорогие друзья, мы уйдем на небольшую рекламу и снова к вам вернемся. С нами в гостях Миронович Лип Александрович. Оставайтесь с нами. В России ежедневно появляются около 80 тысяч новостей. Как разобраться в этом потоке новостей? Что на самом деле смотрят люди? Где самые интересные новости от разных СМИ? Медиаметрикс. Лучший и самый удобный агрегатор новостей. Кроме того, это живой рейтинг в реальном времени, в зависимости от того, какую именно новость пользователи социальных сетей сейчас смотрят и комментируют. Здесь можно посмотреть самые популярные новости за день, неделю, месяц по разным городам, странам и тематикам. Наберите в поиске Медиаметрикс и оставьте у себя на компьютере вкладку, чтобы она всегда была под рукой. Медиаметрикс. Свежие котировки новостей. Всегда под рукой. Итак, дорогие друзья, мы продолжаем. С нами генеральный директор открытой клиники Миронович Лип Александрович Лизович. Касательно нашего разговора, мы поговорили с вами о стратегии вашего развития, о рынке, о технологиях, в целом о том, как вы начинали. А если говорить, в чем ваша цель? К чему вы идете в плане развития медицинского бизнеса? Ну не только же консолидация, поглощение других клиник. Есть ли же в этом плане, ну в рамках врачи бы сказали симптом белого халата, так скажем, вы деятельность ведете, исходя из помощи пациентам. То есть пациенты у вас получают или здоровье, или продолжительность жизни, по сути. Есть ли у вас какая-то такая благая цель? Ну, вы ее как врач, наверное, не слишком оцените, потому что я считаю, что развитие медицинского рынка, бизнеса и вообще медицинской технологии приведет нас к тому, что врачей в том количестве, в котором они сейчас, как персонала просто не потребуется. И вот я считаю, что я в этом направлении прогресс двигаю. Вот. С точки зрения тех проектов, которые мы сейчас делаем, тех технологий, которые мы используем и какие-то мы на Западе сюда привозим, какие-то доработки сами делаем. И могу сказать, что вот, например, вот если взять клинику как набор персонала, ну, как некое количество персонала, то мне кажется, что в ближайшие 5-8 лет этот персонал сократится минимум в два раза. И в первую очередь, первые на вылете – это у нас люди, которые занимаются оформлением документов на ресепшене, это кассиры, это всякие охранники, это все будет заменено автоматизированными сервисами. Вот. Затем пропадут низкоквалифицированные диагностики, низкоквалифицированные врачи общей практики. Все это будет заменено автоматизированными алгоритмами. Такие проекты уже есть в Америке. Можно, например, привести пример IBM Watson, который онкологические случаи разбирает уже в среднем на 8% эффективнее, чем средняя выборка по американским онкологам. Вот. И есть еще другие системы с элементами машинного обучения, которые сейчас активно внедряются в радиологии. Есть уже системы, которые подсвечивают и предлагают варианты того, какие диагнозы могут быть на снимках МРТ и КТ. Все это активно развивается. Вот мой взгляд прикован именно к этой зоне бизнеса. И я хочу непосредственно участвовать именно в ней. Потому что основные деньги, основные массу денежного можно в этом бизнесе заработать, как и в любом другом, на технологической революции. И технологическая революция, она состоит в том, чтобы некие подрывные компании поменяли в принципе правила игры. Вот в моем понимании на медицинском рынке правила игры изменятся тогда, когда останутся только самые высококвалифицированные врачи, которые будут, скажем, консультантами неких IT-платформ. И непосредственно само лечение доставлять до пациентов будут это IT-решения, которые будут на основании сделаны доказательной медицины, на основании ваших данных, на основании вашего образа жизни. И в первую очередь основное внимание уйдёт в профилактику. Потому что человеческая жизнь, она создаёт огромное количество данных, на основании которых можно выставить эффективную профилактику образ жизни. питание, те же генетические анализы, которые помогают предсказывать или иные риски. Питание, спортивный образ жизни или наоборот сидячий. Генетические предрасположенности в конце концов. Да, да. То есть всё это позволяет смоделировать для каждого персонализированный план жизни, который и углубление аналитики этого плана жизни приведёт в итоге к уменьшению расходов на обычные услуги, которые сейчас составляют костяк доходов медицинского бизнеса. Ну я вам скажу больше, что у Минздрава постоянно не хватает специалистов, особенно на селе. И ваши слова касательно того, что вы двигаете прогресс в этом направлении, они безусловно лежат в плоскости понимания врачебного сообщества. То есть врачебное сообщество мыслит не количеством специалистов на рынке, а количеством параличных пациентов или количеством заболеваемости. То есть если мы посмотрим на систему отчётности Минздрава, на саму аналитику и предоставление данных, то там, конечно, заболеваемость играет роль. И если эти решения нам позволят снизить заболеваемость, то я, как все остальные специалисты, буду только хлопать в ладоши. Касательно взаимодействия по поводу саморегулирующих организаций, есть ли у вас взгляд, нужны ли медицинскому бизнесу саморегулирующие организации, могут они дать какой-то результат в плане развития того же прогресса IT-технологий в медицине или в них нет необходимости? Такой вопрос философский на самом деле. Риторический. Да, риторический, потому что неважно, как он называется, важно, наверное, кто это двигает. Если саморегулируемая организация двигает человек, у которого есть четкое понимание, куда он движется и зачем, и он тратит на это достаточно сил и обладает компетенциями для реализации своих задач, то это будет эффективно. Если это как-то не называется... Мне кажется, это в любом деле так. Поэтому я говорю, это философский вопрос. То есть, по сути, сейчас игроков на рынке, который бы взялся за саморегулирующую организацию, вы не видите? Не, ну почему? Ну вот я вхожу, например, в ассоциацию частных клиник. Александр Грод. Да, вот мы там, Александр Грод, там, Бранд, там, у нас много людей, и мы пытаемся что-то делать. Но это все сводится к тому, чтобы ай-яй-яй, не бейте нас там, не повышайте нам налоги, не проверяйте нас, там, слишком много нас, не бейте, и вот это к этому сводится. Если это как бы цель, то она, в принципе, достигается, потому что, ну, мы, например, в два раза меньше имеем проверок Роспотребнадзора просто потому, что на ассоциацию там может быть только определенное количество, и так как у нас юрлист туда входит, мы только одну проверку вот имели, вот, например, за шестнадцатый год, и по одной клинике, по одной клинике, вот, поэтому, если смысл в том, чтобы сократить необходимость готовиться к этим проверкам, их проходить, и всю вот эту вот, всю эту историю, то да, эта цель достигается. А все-таки, если говорить о целях в более масштабном формате и простраивать стратегически, ну, не серии, как вы сказали, а не бейте нас, а все-таки, чем могло бы помогать СРО на рынке медицинских услуг? Чем могло бы помогать? Ну, например, могло бы сделать аккредитацию такую, чтобы в глазах пациентов она что-то действительно значила, чтобы, ну, например, как GCI. Вот, если бы был российский GCI какой-нибудь, да, который котировался бы по всему миру, и все бы понимали, что он там российский, и что это очень круто, и пациенты такие, о, мы пойдем в клинику, где есть эта аккредитация. Это имело бы смысл. Расскажите немножко слушателям, что вы подразумеваете под GCI? Ну, Joint Commission International, да, то есть это американская тема, с тем, чему должна соответствовать клиника, чтобы... Стандартизация. Да, стандартизация всех процессов. Это, на самом деле, очень сложный, трудоемкий процесс пройти эту аккредитацию. В России есть еще несколько клиник, которые... О медицины, если не ошибаюсь. Да, у медицины есть еще одна клиника, по-моему, в Набережных Челнах, если я не ошибаюсь, и вот недавно фэнтези клиника там прошел, получил Владимир Александровский, недавно совсем они это сделали, вот, но это систематологический клиник, понятно, что там был несколько урезанный, как бы... План получил. Ну да, потому что там нету там какого-то стационара и еще чего-то, да, то есть это было, наверное, проще, чем о медицине сделать, но все равно это большое достижение для команды бизнеса, там они больше года это делали, то есть это очень целеустремленно нужно быть управлять, чтобы это сделать. А скажите, а неужели недостаточно в наших стандартов ISO 9001, к примеру? Или в них не верят просто? Не знаю, что 9001, ну хорошо, заплатите вы там немножко денег, сделайте немножко бумажек и будет у вас он. Это не GCI, когда... То есть GCI это примерно как звезда Мишлен в ресторанном бизнесе, да, ты понимаешь, что это как бы... Ну вообще. Мы же понимаем, что на рынке не все могут получить звезду Мишлен, если ставить аналогию с ресторанным бизнесом, и GCI не все получат. Так в этом и смысл GCI. Но это, получается, не влияет на весь рынок в целом. Нет, это влияет, что если, допустим, СРО российское себе сделает такой стандарт, который не все смогут пройти, его нельзя будет купить. Но все будут к нему стремиться? Но все будут к нему стремиться, то это СРО, естественно, будет в глазах потребителя и в глазах рынка высоко котироваться. А вы в это верите? Конечно верю. Я вообще очень верю в правильное позиционирование и бренд-маркетинг. А у меня тогда вопрос, а почему вы за это не возьметесь? Почему я за это не возьмусь? Потому что невозможно в жизни за все на свете взяться. Ну это такой концепт, достаточно серьезный. В этом плане можно запомниться рынку медицинских услуг? Ну я честно считаю, что я сейчас делаю вещи, которые позволят мне запомниться рынку в любом случае. То есть вы все-таки хотите войти в историю? В историю все хотят войти, у кого есть амбиции. Есть такое дело, наверное. Что касается, какие у вас есть необходимости? Что вам нужно сейчас, так скажем? Где вы еще не достигли совершенства, так скажем? И вот я обращаю внимание на ряд клиник. Некоторые говорят, нам нужна срочно медицинская техника, там высокотехнологичная. Другие говорят о том, что нужны помещения для расширения. Третьи говорят о том, что у них проблемы с маркетингом и с персоналом. Все-таки что вам необходимо для того, чтобы вы были удовлетворены на данный момент своими амбициями? Мне нужно хорошо довести до конца то, что я уже начал. Докрутить, так скажем? Нет, не докрутить. Там нужно очень четко и компетентно расставить людей правильных, чтобы они делали правильную работу и чтобы они были высоко замотивированы ее правильно сделать. И чтобы при этом я вовремя корректировал, насколько эта работа правильно выполняется. Ну, это как бы так, как ты размазан очень сказал. Просто вот закончить начатое. Потому что начинать новое, я начинался уже много нового. Вот сейчас мне надо это все закончить. Ну, сделать, довести это до удовлетворяющего меня состояния. Логического конца, так скажем, чтобы следующие идеи были выше, чем в плоскости реализуемых. Может быть, это моя такая галлюцинация, мое такое заблуждение, но вот мне кажется, что если я доведу до конца вот то, что я начал, то дальше это надо будет просто уже развивать. И причем развивать это уже будет, скажем, одно удовольствие. Скажите, а на какой платформе информационной вы работаете? Робомед. Робомед. Как я понимаю, это самописная платформа, которая и дает возможность прикреплять новые сервисы для пациентов. Она требует определенного внимания со стороны программистов. А что вы имеете в виду под самописное? Что это за термин? Есть готовые уже решения, например, медворк, инфоклиника на рынке, которые существуют в виде пакетов. То есть, человек, их кто-то написал, да, их написал кто-то, их пишет компания, как правило, Smart Delta System, если мы говорим об инфоклинике, к примеру. А есть решения, которые изначально, собственно, дорабатываются людьми. То есть, для внедрения инфоклиники не обязательно программисты непосредственно в медицинском учреждении. А для самописной программы, я в это включаю, необходимы программисты, которые постоянно ее дописывают. Ну, у меня нет в штате медицинских учреждений ни одного программиста. У меня есть, я акционер юрлица, где есть программисты, и если говорить о том, что такое самописная система, в моем понимании, там 2-3-4 человека, которые что-то там где-то, какие куски таскают, что-то пишут, у них нет нормальной архитектуры системы, за ними никто не следит, что они там делают. И все это потом кончается диким колхозом по сносу и установке сверху чего-то другого. У нас 24 программиста в этой компании. У них есть аналитик, у них есть технический директор, у них есть project lead и у них есть еще примерно столько же людей, которые занимаются поддержкой и внедрением. И это полностью самостоятельный бизнес с понятными задачами и понятной траекторией движения. Поэтому назвать это самописной системой, ну, у меня уже язык точно не повернется. – Ну, получается так, что они занимаются только этим программным продуктом? – Они занимаются только этим программным продуктом. – То есть, по сути, у них единственный заказ – это открытые клиники? – Нет, это в рынок работает. – Это работает в рынок? – Да. – А какое количество, собственно, клиник вы уже подключили к этой системе? – Ну, вот мы запустили продажи в октябре 2016 года на выставке IT в медицине в гостинице «Космос». И на текущий момент мы подключили 11 клиник. – 11 клиник. Есть ли среди них государственные? – Нет, мы вообще не ориентируемся на государственные клиники и с ними не работаем. – То есть, это только частные… – Это продукт только для частных клиник, в нём нет того, что нужно государственным клиникам, в нём есть только то, что нужно частным для повышения своей конкурентоспособности. – А в целом, работаете ли вы в системе ОМС сейчас? – Нет, мы не работаем и не рассматриваем. – Не рассматриваем. А что касается добровольного медицинского страхования? – Добровольное медицинское страхование у нас составляет порядка 5% оборота. – То есть, несущественное, так скажем? – Несущественное и практически не развивается. – А кто ваш пациент тогда сейчас? То есть, мы понимаем о том, что это ДМСные пациенты в виде 5%, ОМС нет. Получается, 95% – это педиатрия, это люди… – Это всё улица. – Это всё улица. – Это всё улица. – Ну, это люди, которые среднего возраста или пошлые… – Это 25-34 года, 60% женщины, 40% мужчины. Мужчины больше преобладают 30-39. С достатком от 80 тысяч рублей. В семье одна машина от одного до двух детей. – У вас хорошие средства, я смотрю, проработанная тема. А есть ли какие-то фишки уникальные, которые предоставляются им? – А что у нас за фишками? – Уникальная процедура, которая делается только у вас. – Процедуры? – Процедура, диагностическое мероприятие. Вот, например, в одной из мной знакомых клиник делается компьютерная томография с определённым вектором по искривлению нижних конечностей. Этот вектор простраивает, собственно, и даёт возможность ортопеду понять, правильно ли сформирован сустав, есть ли плоскостопие, как оно влияет и так далее. Ну, вот пример диагностической фишки. – Нет, ничего такого нет. – То есть, в принципе, нет какого-то существенного отличия, по которому можно сказать, что вот там… – Нет. С точки зрения медицинских услуг, мне кажется, можно по любой из наших услуг найти каких-то конкурентов. – Если говорить о аналогах вашего бизнеса за пределами России, с кого вы берёте пример, где вы бывали в целом, в каких клиниках… – Какая клиника действительно является для вас неким понятным, прозрачным, выстроенным алгоритмом для того, чтобы можно было бы её систему применять у себя? – Babylon Healthcare. Ну, это не клиника, это такой полутелемедицинский проект с элементами искусственного интеллекта. – И в чём её особенности? – Ну, мне кажется, это в большей степени показывает, в какую сторону в моём видении должна двигаться, по крайней мере, мой бизнес. – Это развитие подхода Health Care On Demand, то есть, когда вы пациента ставите в центр всего процесса, и он управляет тем, что ему нужно. – Ему доставляют лекарства, ему приходят все назначения и всё, что он должен делать в мобильный телефон, там же он это всё оплачивает или не оплачивает, он там чатится с врачом или там с ботом каким-то. – И всё это происходит вокруг него. Он не должен там испытывать дискомфорт от ожидания, когда врач им займётся, он не должен ломиться в дверь к врачу и там оттуда, говорят, занято, хотя уже его время. – Вот вся вот эта канитель, в моём понимании, это всё шелуха, которая должна отвалиться. И отвалится она именно через мобильный сервис. – Мобильный сервис, да. – Да, интересное мнение, безусловно, у вас, несмотря на то, что вы употребляете иногда термины и серии «бабки» и так далее, ломиться. Но я вам скажу, что действительно в некоторых государственных учреждениях, особенно за пределами мегаполисов, действительно пациенту нужно проходить квест, хотя нужно отдать должное, что пожилое население наше бдит за здоровьем больше, нежели чем молодое. Поэтому у нас, собственно, поликлиники и государственные центры, они, так скажем, насыщены контингентом, который требует лечения. Ну, это в нашей стране принято лечиться на пенсии, как правило, человек работает, не задумывается. А в целом, что бы вы хотели пожелать своим пациентам? – Чтобы они меньше обращались. – Меньше болели. – Ну, меньше обращались, соответственно, меньше болели, это логично. – Ну, если говорить обращением по поводу профилактики, то почему бы нет? Когда им выстраивается вот то, о чем вы говорили, персонифицированная помощь, индивидуальный, собственно, подход, и у них есть позиция… – Тут до идеального какого-то представления о том, как это должно работать, мне кажется, ещё очень далеко. – Очень далеко. – Итак, дорогие друзья, с нами был Миронович Филипп Александрович, генеральный директор открытой клиники. Всего вам самого наилучшего и будьте здоровы! Всех благ! Спасибо вам большое! – Вам тоже спасибо! – До свидания! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова